35 лет Раиса Николаевна Васильева посвятила любимому делу. Начинала свой путь в педагогике с учителя физики в татарской школе. Позже уже в Сарове 12 лет преподавала в школе рабочей молодежи. 20 лет была на посту завуча школы номер 17 по учебно-воспитательной работе. В 57 лет женщина вышла на пенсию, и ее сразу же пригласили возглавить ветеранскую организацию. Когда я пришла в эту организацию, это были люди совершенно другого поколения. И с ними работать было одно удовольствие. Это люди, пережившие войну, пережившие блокаду. Они все друг друга поддерживали, все друг друга очень быстро как-то объединялись. Сейчас поколение сменилось, и за компьютерами засиделись, и очень трудно стало вытаскивать на какие-то мероприятия именно молодое поколение. Для педагогов старые закалки, любой праздник или событие – повод выбраться из дома, провести время в приятной компании, обменяться новостями и опытом. По словам Раисы Николаевны, в городе очень много одиноких людей, которые приезжали по набору. Среди них много учителей. Хотя идет год учителя-наставника, внимания учителям-пенсионерам не так много было, но каждой секундочке, каждому такому событию мы очень рады. И очень большое внимание нам оказывает Михаил Игоревич Савин, который нас постоянно приглашает, поддерживает. И как-то мы с ним нашли общий язык, наверное, потому что он сам педагог. На протяжении всего года Саровское отделение КПРФ проводило встречи для педагогов. Завершающим событием стало вручение памятных медалей имени Ломоносова. В торжественной обстановке Михаил Савин вручил награды учителям-ветеранам и еще раз поблагодарил за неоценимый вклад в образование, за фундамент, на котором строится работа современных педагогов. Мы активно взаимодействуем очень с Советом ветеранов-педагогических работников. Они нам помогают в патриотической работе, техникуму очень много. Многих из них мы уже знаем, они у нас бывали удивительные, прекрасные, добрые, энергичные, активные люди. И одна из главных задач, которую перед нами ставил наш лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, это преемственность поколений и уважение к старости и преклонному возрасту. В конце года Саровское отделение КПРФ будет чествовать ветеранов партии. Участники встречи подведут итоги и обсудят планы на будущее. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.